Здарова, с тобой Гар. Наша дружная баттлфилдовская комьюнити откопала первую часть пасхалки, связанную с пятым сезоном. Пока непонятно, как её активировать, однако я вам расскажу и покажу, где находятся передатчики и что интересного они в себе таят. Обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Как разберём следующие части, обязательно сделаю продолжение. Поехали! Идём на пустой сервак на карту Горячая точка. Первый передатчик находится на точке Б1, внутри командного центра. В нём проигрывается запись разговора Вольфа с неким Лоиса Покусанье о том, что этого самого Лоиса бросило собственное правительство, оставив его деревню на растерзание американской корпорации Веллспринг по добыче ресурсов, и земля там теперь отравлена. Ос пытается завербовать Лоиса, но он замечает жучок и обвиняет Вольфа в слежке за ним, и намекает ему на то, что союзники Вольфа вряд ли за ним пойдут. Следующий передатчик находится на точке С1, внутри здания на столе. В нём мы слышим сообщение Оза. Борьба за то, чтобы попасть сюда, была долгой и кровопролитной. Это забрало много храбрых воинов из наших рядов, семей, друзей, детей. Именно во имя них мы не должны забывать тёмные дни нашего прошлого. Планета десятилетиями предупреждала нас о грядущей катастрофе, и в то время как безжалостные технократы подписывали пустые соглашения. Время действовать давно прошло. Мы были беспомощны, когда штормы опустошали наши города и деревни, когда засухи и болезни унесли наши посевы, когда адские пожары охватили целый континент, уничтожая всё на своём пути. Последствия были разрушительными, достаточными, чтобы спровоцировать вторую великую депрессию. Третий передатчик находится в тоннеле D1 на красном ящике с инструментами. В нём мы можем слышать сообщение, адресованное Вульфу. Даже сейчас они пытаются охотиться на меня. Вульф, старый друг, я знаю, что ты где-то там. Достаточно ли ты храбр, чтобы встретиться со мной лицом к лицу? Или вы послали своих мальчиков на побегушках делать за вас грязную работу? В любом случае я готов принять тебя. Помимо моих врагов, у меня есть товарищи на поле битвы в исходе. Однажды я сказал, что это война, цена, которую мы должны заплатить за новый мир. Но не в том случае, если мы отвернёмся друг от друга. Это не то, как мы побеждаем. Я надеюсь, вы понимаете, что я пытаюсь здесь сделать. Будущее, за которое я борюсь, присоединяйся ко мне. Когда мы выиграем эту войну, а мы победим, тогда начнётся новая борьба. Славная борьба, которая приведёт нас к величию. Эта неприступная родина примет всех, кто жаждет свободы. Изгнанников, обездоленных, отчуждённых. Оказавшись здесь, они наконец-то узнают, что значит принадлежать кому-то. Мы закрепим право каждого гражданина. Никто не столкнётся с преследованиями за свои убеждения или дискриминацией по признаку идентичности. Наше освобождение – это путеводный свет для всех людей по всему миру, которые страдают под гнётом своих угнетателей. Я призываю всех неприкаянных сражаться за единство, за свободу, за анамаквэлэнд. Четвёртый передатчик находится уже над точкой D1 в единственном здании на местности – на столе. Следующее сообщение – Оза. Потому что, когда наступило затемнение и на землю опустилась тьма, их фантазиям пришёл конец. У меня есть доказательства. Доказательства, которые я представлю миру. Стойкое убежище было секретной американской программой, направленной на использование экологической мощи для продвижения американских интересов по всему миру. Результатом стало Blackout. Позвольте этому проникнуться. Из-за Америки нас чуть не отбросили назад тёмные века. Был ли это не частный случай или нет, не имеет значения. Это был ещё один пример американского высокомерия, за которое вся планета была вынуждена расплачиваться. Кто может подсчитать полную стоимость этого бедствия? Сколько миллионов погибло? Сколько ещё людей живут с этой травмой? Мир погрузился в хаос и паранойю. Но в глубинах отчаяния я увидел проблес надежды, шанс взять оружие, вызвавшие эти разрушения, и использовать его для другой цели. Буревестник был бы нашим спасением. Последний передатчик на карте. На точке F1. На нижнем уровне, на белом ящике. Слушаем сообщение Оза. Только тогда, столкнувшись с прямым вызовом их власти, наши лидеры начали действовать. Но как бы сильно их медиа империи не утверждали обратное, это было сделано не для того, чтобы помогать, а для того, чтобы контролировать. Они заклеймили нас как непрекаянных. Они утверждали, что это было для нашего же блага, чтобы нас могли обработать, нам помогли. Но название просто позволило им лишить нас наших прав, преследовать нас, запирать в клетках, как животных. Мир боролся за ресурсы, а мы были просто еще одним ресурсом, который нужно было эксплуатировать. Учебники истории заставляли притворяться, что мы свернули за угол, что человечество с трудом оттаскивает себя от края пропасти. Я спрашиваю, за чей счет? Когда они восстанавливали свои города за нашими спинами? Когда они вели свои опосредственные войны? Это было нашей кровью. Но пусть это будет их заблуждение. Вот такой вот достаточно интересный лор мы услышали из этих передатчиков. Скорее всего, эти передатчики нужно будет активировать в определенном порядке. Я вам обязательно об этом расскажу, как они станут активны. А на этом пока все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И пиши в комментарии, как тебе начало этой пасхалки. С вами был Гар. Всем пока.